Ребятушки, всем привет! Всех приветствую себя на канале, на канале Токсикул, ФБР на связи, как видите. Сегодня у нас четверг, и я выехал работать. Добра, бабла, удачки! И мы погнали к просмотру видео. Да, ребятушки, напишите в комментариях, видите, я постригся, побрился, немного подхудел. Как я стал выглядеть, моложе или нет? Интересно ваше мнение. Выезжаю на улицу ковров самолетов. Аладдин в шоке. Видите, уже немного сбились ковры в кучу. И теперь даже немножко хуже, чем было. Но задумка такая неплохая вообще. Машет продавец, видите, унитаз кого бы уж наинтересует. Трубы кусок, красава, мужик, вообще. В клубу Каури еду забирать людишек. Он, наверное, ждет уже парень. Ребятушки, нахожусь сейчас за самолетом, на окружной. Как на первый километр ехать. Есть гаражи. Вот посмотрите, какие здания стоят просто заброшенные. Колоссально. Здесь дороги асфальтированные, видите. Там напротив тоже, вон там, тачка моя стоит. А вез я парня сюда. Здесь СТО. Находятся гаражики по ремонту байков, мотоциклов. И вот, что хотелось бы вам показать, чтобы вы видели, да, какие стоят. То есть, стены есть, все есть. Заброшенные здания, крыши поваленные. Не знаю, что это было. Тут коровники или жилые какие-то здания. Вон они огромные просто размером. И, видите, никого здесь нет, а могли бы здесь жить люди. Потому что, реально, это черта города, пятое-десятое. Так что, такие делишки. Еще вам сейчас покажу, тут побольше контент. Вот тоже здание для кого-то аж строилось. Двухэтажное. Люди здесь ездят, не один я, видите. Чувак смотрит, он еще не понял, что уже в видос попал. Смотрите, какие. Неплохие такие здания. И по гаража бокса какого-то, вот ворота, да, строилось. Как бы ничего себе, я должен вам сказать. Бетонный пол, все дела. Вон там тоже, видите, плиты валяются. Готовые. Тачечки мои. Вот тоже, смотрите, ребятушки, дом какой стоит огромный. Двухэтажный, все дела. И крыша даже какая-то есть. Вот это мне интересно, ребят. Такие поездки. То есть, видите, здесь тоже, как коровник, чешон. Такие маленькие окна. Совхоз, может, какой-то был, может, предприятие, может, люди жили, ты пойми. Но фундамент есть, кирпич есть, все это можно восстановить. Вот такая дорожечка. Опа, ребятушки, любимая ваша рубрика, туалет. Мэйжо. Даже нарисован. Сами поняли, шо. Вот такой туалетик есть. Там сзади дом какой-то, видите, с крышей. Тоже видно, люди когда-то жили. Здесь он, хащик, кучари. Вот тоже дом там вдалеке. А вот, на секундочку, здание какое-то с елями. Со всеми делами. Ёлка какая огромная там растёт. Тоже стоит, пустует. Это, по сути, черта города, блин. Ну, за окружной, конечно, но недалеко. И места, конечно, такие пропадают. Вон тоже ёлка какая. Видите, растёт огромная. Аллея. Какая-то. Тоже какое-то предприятие, или шо, не знаю. Повернул тут направо. Решил проехать, показать вам. Вдруг кто заблудится, ребятушки, будете знать, как выехать. Вообще будете знать, что у нас есть такие места в Харькове, как, блин, Чернобыль. Вот Рябинка кого интересует. Вон тут площадочка. Какая-то парковка, видно, была. В своё время. Или, я не знаю, центральный подъезд, может, какой-то. Уже всё деревьями, кущами поросло. Вот такими. Просто сквозь асфальт попробивалось. Дерево поваленное. Видите, ели какие-то. Здесь даже окна есть. Опа, какой-то памятничек. Я вам сейчас покажу. Сейчас окошко закрою. Войду с машины и продемонстрирую, где Александра хуй носит, как говорится. Такие липы. Куипы. Вот там здание, гляньте, какое. Вдалеке. Приблизите, если что, гляньте. Это шоп-контент. Реально. Вот после Советского Союза сколько было. А, нон-стопчик кто-то пил. Сколько было таких вот, да, там, зданий. Сколько их сейчас стоит позаброшенных, никому не нужных. А когда там кто-то выкупляет, что-то делает, начинают сразу обсирать, засирать, что там всё продали, пятое-десятое. Я вот реально тут ни разу не был. Реально интересен. Это было, наверное, с собой газовой баллончик взять. Хиро узнать. Вот такой памятник. Сейчас попытаюсь вам показать верхушку. Там что, 1930-й год или что-то такое там. Написано сверху. Вот такой памятник здесь. Листелла находится, да? Кузнечики всякие скачут. Посмотрите, как на бетоне уже всё тут попрорастало. Рушится всё. Природа рушит. Вон тачка, кстати, стоит. Но гляньте, какие ели. Растут сами по себе. Человек их не трогает. Сычки-бомбони. Ну, тут можно, знаете, какую-то историю про сталкера снимать. Мы живём там в сталкерской квартире, а сам в АТБ по вечерам ездит пожрать, купить. Понимаете? Так, ребятушки, решил взять с собой баллончик на всякий случай, потому что мало ли что. Тут, видите, кто-то перегораживал уже доступ, типа. Или я не знаю, нахера это было сделано. бордюры. Опа. А там что-то гупает внутри. Прикиньте, внутри здания что-то гупает. Кто-то меня ли увидел, там может кто-то, блядь, живёт нахуй. Ёбаный рот. Меня туда хуй несёт. Вот это. Ну, вам же ж надо показать. Ели какие шишки, блядь. Реально там прыгает кто-то. Стёкла побитые. Вот, ребята. Вот так вот всё это выглядит. Прыгали, причём здесь спереди. Вот там, где позамощены окна деревьяхами какими-то. Там вон собачья будка. Может какой-то охранник есть. Там, кстати, видел я какахи собачьи. Если туда не пойдём. Всё поперегорожено, видите, ветками, чтобы сюда никто не заходил. Так что вот такие ребзя места. Будьте знать. Я пока ещё вам покажу. По заброшенной на секундочку. Я думаю, это не школа. Машинка стоит. Это какой-то или завод, скорее всего. Или какая-то тема. Может, что-то рассмотрите там в окне кого-то, ребзя. Напишите, в каком из окон кто-то сидит там и втыкает на нас. Вот это, ребята, такси, блядь. Не только то, что вы там пишите. Вот, сколько я заработал, сколько там 5-10, 13-12 копеек. Подсчёты сумасшедших. Вот тут, где срак. А вон, видите, самолётик нарисован вот там вот на стене между елями. Какой-то завод может что-то самолёты делать. Интересно. И вот так вот, видите, всё поперегорожено. То есть, чтобы по аллеям сюда не могли зайти, а если заходили, то чтобы слышно было. Так что, такие делишки. Ладно, погнал дальше покатать. Так, ну шо, валим-валим отсюда, ребятушки, блядь. Пронто-пронто нахуй. И всякая хуйня тут лазит, нахуй нам сралась, да? Бегом-бегом, ебать. Заднюю. И погнали, ебать. Жит, блядь. Чергик. И валим. А там, наверное, тот, кто гупал, ебать, думает, вот, сука, я напугал, блядь, пизда, он съебался, нахуй. А, сейчас. 5 секунд, ебать. Испугался. Школа юного бойца, ебать. Район ХТЗ. Хер, попробую, еще испугай, блядь. И вон вот это напротив здания, которое я вам говорю, тоже ели. Вот, посмотрите, да? Стоят все дела. Красота. Так, елки какие. Ни хера себе. Я в шоке, как их до сих пор никто верхушки не поспиливал. Вот так все это выглядит. Опа! Мамаша с коляской, бабулька гуляет. Там кто-то гупает, что-то разваливает. А она тут, ля-ля-ля-ля-ля. Вот совсем рядом жилой дом трехэтажный. Кто-то здесь живет, чтобы вы понимали. Детки бегают, заброшенное здание, еще одно. Сейчас мы выйдем на самолет, покажу вам. Такие делишки. Вон тоже мамочка гуляет. И все это, чтобы вы понимали, вообще тут все рядом. Запорожцы вон, копейки стоят у людей в хатах. А это не мамочка, это папочка. Sorry people. Такие площадки там старенького образца довольно. Дома тут такие, баракового плана. А вон самолет впереди, сейчас вам покажу. Тоже вон какой-то заводик, почитайте. ЦТП, картельная какая-то. Не понятно. Где он? Автодок даже, запчасти там. Если вы видите. СТО, кстати, говорят, здесь неплохой. Я как-то парня вез. Машинка поехала. На бетонку какую-то выезжаем. А вот то, что перегорожено. Это тыльная сторона, где я лазил. Вот это здание. Это получается тыльная сторона. Там кто-то гупол, что они там, кирпичи воруют. Что они делают, непонятно. И вот самолетик выезжаем. Можно какой-то самолетный завод, предприятие какое-то было. Филе, вы знаете. Вот он самолетик, смотрите, красавец какой. Там даже типа ракеты есть на нем. сейчас потихонечку поедем, чтобы вы все увидели. Красава. Не знаю, как вам, мне нравится вообще. Бомба. Красавец, блядь. Вот так выглядит самолетик, любезе. Тут же реклама. Наш край он, блядь. Ну, пиздец. Выборы, выборы, ребятушки. Реклама, выборы. Я в шоке. Кто здесь в кущах? Видно вам, ребятушки, не видно будет. Поля реально все в дыму. Вот это возле Филипп Морриса. Еду, дымом воняет каким-то непонятным. Так что, такие дела. А вон что-то горит там за Филипп Моррисом, за самим. Черный дым какой-то. Вот, ребятушки, подъезжаю к свалке, к нашей. Красоте, просто нереальное. Газелисту похвел, что я еду по окружной. Смотрите, навалено сколько мусора. Вы не думайте, что это мало, реально. Я заезжал туда наверх, на машине, на эту свалку, с прицепом мусор выбрасывал. Там этажей девять реально наверху. Ты когда стоишь, оно видно все. И сумасшедшие вонни, кстати, там нет. Я не скажу, что там реально сумасшедшие вонни. Кто не знает, вдруг куда девается мусор от города Харькова, вот сюда он весь привозится. Гонки, Париж, Дакар, все дела. Серьезные ребята просто гоняют. Вау, трал, няу. Сейчас еще раз фрагментик свалки покажу. Вон уже заросшие горбыли. Там видно, не знаю, не видно, сейчас покажу, сейчас тут перекресток. То есть уже есть такие там горы позаросшие, такое впечатление. А это был яркий все, а не горы. Слушай, она свалка грандиозных размеров. Тут же подсолнушки кому-то без МО выращивают. Видите, и здесь. Гляньте, каких-то птичек сколько летают. Просто нереальное количество. А вот, кстати, на полях что-то говорит, вон птички. Видно вам между проводов просто гурьбой. Красотень, конечно. Тут вот такой прудик небольшой есть. В знак уже кто-то он впилялся ступи дорогу. А, а то просто вон пашут или собирают урожай. Видите, эти птички в камыши все погнали. А вот и прудик. Это кто знает, здесь саженцы продают. Я, кстати, сам здесь покупаю. Ну, тачки плавают, лебеди. Водоемчик. Уже вода поднялась, когда ухаживают. Видите, ребята? Четенько, чики-бомбоны. Так, в итоге, ребятушки, проработал я всего три часа. Качу домой. Как бы это ни казалось смешно, но реально у меня там делишки появились, надо съездить там, то одно сделать, то второе, то третье, то пятое, то десятое. пробег мой составил триста километров по таблу, короче, на тачке. Так что, такие делишки, ребятушки. Добра бабла вам, позитива. Пишите в комментах, как вы считаете, нормальный заработок или нет. В конце обязательно будет скриншотчик, я напишу, сколько я заработал денег. И сколько вам удается заработать за час работы в такси? Сколько вообще это можно заработать? Давайте удачки, ребятушки. Всем пока-пока, до новых встреч. Пишите свои комментарии, ставьте лайкосики, нажимайте колокольчик и подписывайтесь на канал. С вами Такси Кул. Да, ребятушки, кстати, сори, отработал 4 часа, как оказалось.